Итак, десмоидные фибромы, агрессивный фиброматоз. Впервые термин был описан в 1832 году Макфлайером, который описал появление плотных опухолей у женщин после беременности и родов. В 1838 году Мюллер ввел термин десмоида, то есть десмосвязка, плотная опухоль. Я смотрел подмет, там на сегодняшний день существует порядка 2200 ссылок. Столкнувшись с десмоидной фибромой, особенно с рецидивирующими опухолями, всегда задают вопрос, а как же ее правильно лечить? То ли ее оперировать, что не всегда удается, то ли назначать лучевую терапию, то ли гормон терапии и так далее. И вот эта достаточно небольшая группа пациентов, которая требует очень тщательного взвешенного подхода, тем более на сегодняшний день в мире нет единого алгоритма по лечению этого типа опухолей. Женщины страдают в три раза чаще, чем мужчины. Пик заболеваемости у женщин приходится на детородный возраст, то есть от 20 до 30 лет. У мужчин он как-то более растянут. В принципе, опухоль может возникать в любом возрасте, в том числе и есть случаи врожденных десмоидных фибром. И у детей они достаточно так же встречаются. Итеология. Это генетические нарушения. Влияют эстрогены и травмы мягких тканей. Вот бета-котининин в патогенезе десмоидных фибром. Этот белок определяется у 80-86% больных. Здесь представлена достаточно наглядная таблица зависимости корреляции рецидива десмоидной фибромы от мутации генов бета-котининина. При установке диагноза морфологическом очень важно подтверждение десмоидной фибромы очень важно обследовать пациента на наличие семейного аденоматоза толстой кишки, который выявляется приблизительно у 12-19% больных. Если данная патология выявлена и она не лечится, а лечение ее заключается в тотальном удалении толстого кишечника, то к 40-50 годам обязательно развивается рак толстого кишечника. Необходимо отметить, что если семейный аденоматоз у пациентов до 16 лет выявляется приблизительно у 80% пациентов. Большую роль в развитии и росте десмоидных опухолей играют бета-эстрогеновые рецепторы, которые определяются порядка 60-70% пациентов. Травма является достаточно частой в патогенезе развития агрессивного фиброматоза, особенно абдоминальных десмоидных фибром. И, как здесь показано, у женщин в 98% случаев была травма передней брюшной стенки. То есть это роды, кесарево сечение, различные операции. У мужчин же это всего 3%. При всех локализациях травма имела место у 77% больных из 49% и у 23% пациентов она в анамнезе не отмечена. Вот анализируя 474, это, наверное, самый большой материал в одних руках, было показано, что экстраабдоминальные десмоиды, они составляют 68%. Абдоминальные 18%, интраабдоминальные, то есть за брюшиной, как правило, это 10%, и мультифокальные десмоидные фибромы у 4%. Чаще всего поражается бедро, верхняя конечность, то есть конечности. Мультифокальные, кстати, надо сказать, десмоидные фибромы чаще всего локализуются также в области нижних конечностей. И при наличии опухоли в области ягодицы обязательно нужно провести исследование ниже лежащих отделов конечностей, где часто выявляются опухолевые узлы. Основные методы лечения – это хирургические, лучевая терапия, химиотерапия, гормонотерапия и комбинации методов, которые в последнее время стали набирать все больше и больше оборотов. Здесь вот приведены также данные Ольги Валерьевны о эффективности консервативного лечения с использованием лучевой терапии у 58% больных. При медиане наблюдения 38,5 месяцев трехлетняя выживаемость составила 94% и пятилетняя – 79%. Еще раз говорю, это без хирургического лечения. Вот в литературе я нашел такие данные, что у пациентов, которым выполнена операция с лучевой терапией или только радиотерапией, более лучшая частота локального контроля достигается – 75% и 78% соответственно. По сравнению с чисто хирургическим лечением – 61%. Дозы облучения свыше 56 игрея не улучшают локальный контроль, однако приводят к развитию различных побочных эффектов и осложнений, связанных с проведением лучевой терапии, особенно у пациентов младше 30 лет, поскольку живут они достаточно длительное время, долго. И медиану наступления этих осложнений – 33 месяца. На сегодняшний день рекомендуемая доза не должна превышать 55 грей, при разовой очаговой дозе – 2 грея. Здесь приведены варианты эндокринной терапии. Женщины в репродуктивном возрасте, тамоксифен в модной режиме, как правило, не назначается, в настоящее время, поскольку очень часто развивается поликистоз яичников, поэтому назначается золодекс, либо бусиллин, для того, чтобы избежать этих побочных эффектов. В постминопаузе идет тамоксифен в чистом виде, достигая 180 мг на прием. У мужчин тамоксифен, золодекс, ингибитор и ароматазы, однако применение эндокринной терапии у мужчин, оно приводит очень часто к нарушению детородной функции, развитию потенции, феминизации больных. И эффективность, в общем-то, не очень высокая. Здесь сводная таблица по... оценено 142 курса различных видов химио-гормонотерапии, таргетной терапии в том числе, и показано, вот гормональную терапию я выделил, что частичные ответы получены у 23% больных, у 17% стабилизации, прогрессирование у 12% больных. Это небольшая группа из 26. А всего на 142 курсах общий ответ у нас порядка 85% при медиане наблюдений и за по критерию в рецепт порядка 14 месяцев. Здесь также приведены различные схемы химиотерапии по авторам, различным исследователям. Достаточно небольшие группы, но на сегодняшний день принята химиотерапия, которая начинается с венбластина, с метатриксатом, либо с венорельбином. Затем, если мы получаем прогрессирование, на второй линии часто используется доксорубицин с докарбазином, иногда добавляется и фосфамид, ну и так далее. На вторая, третья линия, она может быть использована с применением таргетных препаратов. Здесь вот приведены данные по изучению эффективности эмотиниба у пациентов в группе 50 и 40 пациентов. Принималась доза два раза в день по 300 миллиграмм 36 больных. Частичный и полный ответ через два месяца были у 36 больных, однако через 4 месяца все это переходило в стабилизацию процесса, а во второй группе в прогрессирование. То есть на первом этапе ответ был достаточно неплохой, а при последующем лечении наступало прогрессирование заболевания. Сегодня есть данные об эффективности сарафиниба, который применяется в дозе 400-200 миллиграмм в зависимости от переносимости в сутки. И вот в этом исследовании на 26 пациентов ответ по критериям рецесс был у 24 больных, полных ответов не было ни у одного пациента. Частичный регресс и стабилизация были у 95% больных при медианах 4-12 месяцев. Но необходимо ответить, что клинический ответ более чем у половины больных в виде исчезновения болей, в виде уменьшения субъективного или объективного опухоли наступал в течение двух недель. На сегодняшний день также есть исследования, но они пока еще не завершены, о эффективности пазопониба. Активно достаточно используются в некоторых клиниках, в том числе и гермондам. Регионарная перфузия в конечностях при нерезиктабельных досмоидных фибромах с достаточно обнадеживающими результатами, но с включением мюфолана и туморникротического фактора. Итак, собственно, это все было вступление. А сейчас я хочу рассказать о хирургических подходах при вовлечении экстраабдоминальными досмоидными опухолями костных структур. Вот на 2012 год нами было прооперировано всего 74 больных, и проанализировав эту группу, порядка 33% имели вовлечение либо тесное прилежание к костным структур, что потребовало их резекции. Выполнено всего 27 операций, 3 по поводу рецидива. Женщины преобладают над мужчинами, средний возраст 32 года, первичные опухоли были у 12 пациентов, рецидивы продолженный рост у 12 больных также. Локализация. Ну, понятно, что чаще всего это была грудная стенка, поясничная область, где вовлекались также ребра, позвонки, либо кости таза. Таз и нижняя конечность, брюшная стенка и верхняя конечность, одна пациентка. При магниторезонансной томографии нами были выявлены определенные особенности, скажем так, дающие критерии вовлечения опухоли костных структур. Это тесное прилежание с контактом более 90 и более градусов. Мы видим здесь узурацию малоберцовой кости и узурацию большоберцовой кости, которые не определялись при компьютерной томографии. И на Т1 и Т2 взвешенных изображениях опять же различные картинки. Т1 – это однородная структура опухоли, Т2 – она более неоднородная. Но при вовлечении ребер здесь картина более-менее ясна. Здесь, допустим, вовлечение лопатки мы видим узурацию выбухания опухоли через межреберные промежутки либо через прорастание через непосредственно ребро при длительном существовании. И это длинная бедренная кость с инфильтрацией, с мягкотканным компонентом и инфильтрацией костно-мозгового канала. Показанием деструкции узурации понятно без вовлечения костного мозга или с его вовлечением и губчатого вещества подрастания к надкоснице, тесное прилежание кости на протяжении и некупируемый болевой синдром. Здесь приведена таблица резецированных костных структур. В основном это были ребра, как мы видим. Были ребра вместе с лопатками остистой отростки позвонков. Выполнена в том числе одна сегментарная резекция диафизобедренной кости с эндопротезированием. Реконструктивно-пластический компонент потребовался у 75% больных. Без реконструкции удалось обойтись всего 15% Нами для реконструкции пластики применялись торокодорзальный лоскут, большая грудная и зубчатая мышца, ректоабдоминальный лоскут, икроножные ягодичные лоскуты, свободный сальниковый лоскут на микроанастомозах с аутодермопластикой, композитная проленовая сетка. Но это все комбинации идут. Сосудистые протезы для восстановления каркасности грудной клетки, стенки и эндопротезы. Вот это самая больная с досмоидной фибромой, которая вовлекала диафиз бедренной кости. МРТ-картины я вам уже рассказал. Мы видим этапы операции, эндопротезирование, сосудистый пучок, непосредственно макропрепарат. Показано четко вовлечение кости. Срок наблюдения за больной 42 месяца, потом она исчезла из-под наблюдения. Край резекции Р0, по всей видимости, у нее все хорошо, в противном случае она бы обратилась. Следующая пациентка – это досмоидная опухоль мягких тканей проксимального отдела голени. Лечилась, получала комбинированное консервативное лечение. Мы видим тесное прилежание и вовлечение малоберцовой кости и большеберцовой кости. Выполнена резекция проксимального отдела правой малоберцовой кости и плоскостная резекция правой большеберцовой кости, что видно на рентгенограмме. Пластика перемещена икроножной мышцей. Край резекции Р0, срок наблюдения 92 месяца, без признаков рецидива. Еще одна пациентка с рецидивной досмоидной фибромой и быстрым темпом роста левой лопаточной области с вовлечением лопатки и второго-пятого ребер. Состояние после гормонотерапии. Громадных размеров опухоль, узурирующая лопатку, тело лопатки и ребра. Вот как выглядела опухоль перед операцией. Вот этап мобилизации, резекцированы пять ребер с мягкотканным компонентом и с включением тела и ости лопатки. Край резекции Р0, вид послеоперационной раны, открытая, легкая. Реконструкция выполнена, но здесь, к сожалению, на слайде нету. Было два сосудистых протеза для создания каркасности и выкроенный торакодорзальный лоскут. Вот как выглядела рана перед ушиванием кожно-подкожно-жировой клетчатки. Срок наблюдения за больной 14 месяцев. Летальных исходов не было. Осложнения отмечались у трех больных. Все они были ранее. Это инфекционное кровотечение, пара пары, с лучевого нерва. Функциональный статус у более чем 84 больных до 100 баллов по шкале Корновского. И анатомо-функциональный результат для конечностей у двух отличный и у одной удовлетворительный. Это при паразии лучевого нерва, который консервативными мероприятиями в последующем удалось купировать, но не полностью. Онкологические результаты. Средний объем удаленного опухолевого ткани около 400 кубических сантиметров. Индекс R на 27 операциях. R0 56%, R1 45% и R2 запланированная циторедукция. Я вот что хочу сказать, что не надо стремиться к индексу R0, как показывает нынешняя практика, но это будет на следующих слайдах. И в каких-то ситуациях мы целенаправленно шли на запланированную циторедукцию, зная, что микроскопические в краях резекции будет определяться опухоль. Не всегда это влияет на развитие рецидива. Нужно учитывать биологические особенности опухоли и клиническое течение опухолевого процесса. Но я на этом остановлюсь чуть позже. По динамическим наблюдениям осталось 16% с R0 и R1. Это при медленных темпах роста опухоли. Если темп роста опухоли был высокий, то назначалось дополнительное консервативное лечение. Это 32% больных, 8 человек. Учевая терапия, гормонотерапия и химиотерапия у этих больных. Прогрессирование было нами отмечено у 9 пациентов, 36% в сроке до среднего года, а трое пациентов прооперированы повторно. При прогрессировании R1 45%, R2 100%, и R0 3 21%. Итак, выбыли из-под наблюдения трое пациентов без признаков рецидива в сроке до 101 месяца жило 16 больных, это 70%, и медианное срока наблюдения 53 месяца. Здесь приведены данные исследований крупных клиник Соединенных Штатов Америки и Европы. Вот М.Д. Андерсон простите, М.Д. Андерсон канцерцентр при R0 частота рецидивов 27%, при R1 54%. Массачусетский простите, Массачусетский генеральный госпиталь 19% и 39% соответственно. А вот Слон Кэтрин канцерцентр 22R0 и 24R1 и Института национальной тумари итальянский 21% и 18% соответственно. Данные разнятся, несмотря на то, что в этих учреждениях уважаемых наверняка работают высокие профессионалы, что там, что там. И в общем-то сейчас современная общественность, которая занимается медицинской, занимается лечением и разработкой тактики десмоидных фибром, большое внимание уделяет темпам роста опухоли. Потому что если за этими больными просто наблюдать, иногда наступает момент, когда опухоль прекращает расти и в последующем начинается ее спонтанная регрессия без всякого лечения. Поэтому подходы при агрессивном течении могут быть хирургическими, когда это позволяет выполнить циторедукцию с последующей лучевой либо химиотерапией, либо комбинацией этих методов. А вот при медленно растущих опухолях здесь в последнее время надо задумываться, стоит ли их агрессивно лечить хирургическим путем выполняя такие сложные операции. И может быть есть смысл опять-таки вернуться к консервативной тактике в ожидательной с целью получения в последующем приемлемых ответов. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ